Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот такая заповедь дается, это входит на горную проповедь. Кажется, проще всего, как говорил один в советское время писатель, враг не сдается, его уничтожают. И вдруг врага любить. Эта заповеди никогда нигде не было, потому что любить друзей надо, а врага любить это дать ему силу только, он завтра опять то же самое будет делать. Но когда мы считаем дальше священное писание, мы видим там, все не так просто обстоит дело. Кого? И вот когда я насчитывал жития святых, это 1173 биографии, и говорится, перед смертью готовые быть казненные, как анфимниками действий, они просили воинов дать короткое время, помолиться. И молились не о домашних, не о государстве, а молились о врагах, которые усекут им голову. Это абсолютно всегда, это уже норма такая. Но всегда ли так? Надо не забывать, что эти люди были на земле. А обратились они? Нет, не обратились. Пример это дает нам сам наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Прости, мы бы не знали, что творят. А обратились они? Нет. Ну там Лонгенов, все, Корнилий, допустим, в свое время обратился. Все, остальные смеялись и потерпели великое наказание. Вопрос опять встает, почему молитва самого Бога, Бога-человека, второе лицо Троицы, не достигла Отца Небесного? Он говорит, что я и Отец одно. Я просил, а Отец дал. Здесь нету. Давид говорит о врагах. Полный ненавистью ненавижу их, враги мне, а не мне. Враги. Ну это скажет Ветхий Завет. А в Новом Завете как поступать? Сначала посмотрим. А в Ветхом Завете, когда в Новом Завете Господь говорит, ищет поклонников в Духе Истине. И спрашивает, а что в Ветхом Завете в Духе Истине не молились? Нет. Да как же пророки? А они в Духе молились, но не в Истине. Потому что эти были только образы. Тень будущих благ. Они приносили ягнящие жертвы. А у нас Агдец пришел божественный. Там были камни жертвенников. У нас крест Христов. Вот в чем дело-то. Истинно. Господь говорит в 14.6 Евангелия Теяна. Я истинный путь истинной жизни. Не один из путей, который нужно прийти, а один единственный путь. Вот в этом все и заключается. Что нам нужно настроиться на то, что Ветхий Завет, заповедь, десятисловие, Бог не отменил. Вот спорят часто, бывает, там даже у сектантов. Суббота. Разве Бог повелел в субботу? Слово суббота по-еврейски шаббот. Это означает покой. Покой Христос обрел в воскресный день. В пятницу распятый сошел к преисподнюю. Суббота и воскресенье. В воскресенье только он получил полную свободу. И говорит, творю все новое. Там творение закончилось, и Бог почил от дел своих. Здесь Христос все закончил, выступила новая эра. Вот надо во все это дело вникнуть. Каждая заповедь, она возвышена для нового, одухотворенного человека. А Ветхозавет не было как для дитя. Око за око, зуб за зуб. Вареной Драке зуб выбили. Я не представляю, как один зуб выбить-то. Какое-то зубило наставит, молотком ударит. Все, иди домой. Глаз какой выкнул? Один только вопрос. Глаз вам этот выкнули. Все, заткнули вата, иди домой. В новом завете по-другому совершенно. Враг голоден, накорми его. Жаждет напой его. Мы сейчас посмотрим. Самое странное то, что святые, которые молились о врагах, молились о вами Христа. Прости им, Господи, они не знают, что творят. Кого они убивают? То когда они умерли, когда души их взял Господь, там они молятся или нет? Молятся о врагах. Да коли ты не отомстишь им, Господи. Сразу картины меняются. Мы прочитаем об этом. Ну, чтобы было понятно, откройте откровение. Шестая глава. Девятый стих. До одиннадцатого. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Ибо запили они громким голосом, говоря, Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белой, сказанным им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. Самое великое звание в христианстве – это мученик. Это мученики. Умерли за слово Божие. Не за то, что советская власть пришла подряд, подгребала всех. Нет. За проповедь. Выше этого нет должности. И они там молятся о том, чтобы Господь отомстил. Да коли не мстишь. То есть они знают, что эти люди хорошо устроились, НКВД, КГБ, нормально, все у них идет. Вот ребятишки прыгают, никто не болеет. Да коли не мстишь. То есть они как бы видят их. Эта молитва совсем непонятная. Хоть как-то ее толкуй, но они на небе уже под жертвенником. Жертвник – это любовь. А они уже под жертвенником любви Божией. Они уже не могут неправильно молиться. Это на 100% точно уже говорится. Они молились, и Господь сказал бы, почему вы так молитесь? Нет, говорит, на время. Подождите. Ну назначено 4 миллиарда, чтобы зашло. А сейчас только 3 миллиарда с половиной. Еще 500 миллионов. Подождите, когда казнят. Ну защиты им будет? Не будет. Господь сказал, да коли. То есть он знает, что будут убиты. И благословляет на это. И мы видим сейчас по интернету показы. 21 юноша. Ну там 21 год, даже одному 27 лет. И их ведут, одели в красные одежды. Это все выставлено в интернете. И тут, как корзина такая, что ли, и там кинжалы. И каждый ведет одного. Мусульмане. Дальше становят на колени. Рядом море. Волны бегут. Каждый ставит здесь. Как только дали сигнал, они все ударили. Все, дано, упали мертвыми. И сейчас там, в Эпиопской церкви, все они канонизированы. Их статуи стоят. И молятся. Приходят. Это правда. Это действительно так. Они ни в чем не виноваты. Они признали Христа. Вот они вошли. Но этого мало еще. Может быть, из нас кто-то удостоится этой чести. Итак. Я вопрос задаю сам себе. В Ветхом Завете что-то подобное могло быть, когда они молились за Духи, но не в истине. Второе парапоменон. 28 глава. 6 стиха. До 14. Потерпите, не так это много. Но зато это все подновит у нас. Мы увидим, и тогда уже Дух Святой касался сердец людей. 28 глава. Так. Вторая парапоменон. 28.6. До 14. И избил Фокей сын Рималиейн, царь израильских иудеев, 120 тысяч в один день людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Так. Сколько убили? 120 тысяч. В один день 120 тысяч. Вот в Великой Отечественной войне, вот как атомные бомбы, когда сбросили, там такой, не было ни разу. И это еврея у евреев убивали. В один день при том. Зихри же, силач из Ефремлян, убил Маасию, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Элкаму второго при царе. И взяли сына Израилевы в плен у братьев своих иудеев, двести тысяч жен, сыновей, дочерей, также множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его одет. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им. Вот Господь, Бог отцов ваших во гневе на иудеях, предал их в руку вашу. И вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе? Разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. Это в Ветхом Завете. Какой пророк, как звать его? Одет. Мы даже его не знаем. Он вышел навстречу пленных. Этих убили, жены-то остались, они забрали их, двести тысяч жен, девиц. И он говорит, куда вы их ведете? Ну как, это наша добыча, написано так. Это родные наши иудеи. Мы же одной нации. Что вы делаете? Ваш гнев достиг неба. Вы все пойдете под нож. Ведь это гражданская война у нас. Давайте все оттуда. Называется экстраполяция, перенос событий в сегодняшнее время. Мы не просто считаем, удивляемся. А мы входим в ту обстановку и переносим на себя. Как это у нас получается? Не так ли? Белое, красное. Вы знаете, что это белое и красное? Белое, значит, это тот строй, который был до этого. Пусть даже они не монархисты были. А красное, это новая власть революционеров пришла. И во что это обошлось? Минимум 5 миллионов. Минимум. Говорят, что когда Сталина спросил, там, кажется, Уинстон, Черчилль или Рузвельт, а во что обошлась коллективизация самых лучших крестьян, он растопырил пальцы и показал 10. На самом деле 12 миллионов обошлось. Миллионов! В это время, когда перед революцией, 13-й год, в России ежегодная была прибыль чистая, не считая мертвых, высчитывая мертвых, 3-5 миллионов. 3-5 миллионов. Но это не все. По линии НКВД около 66. Забирали, никто не спрашивал. Даже президент сегодняшний, показали, где там Рбутова, перед ним Архимандрит идет, и все это снимают, показывают. И говорят, вот столько священников, 120 вызвали, привезли, расстреляли. Он ходит, да что же это, чудовищно. Сам из этих органов, он полковник этой организации, которая преследовала, и он поражен. И сколько здесь, точного счета, никто не знает. Забутили все. Так это не все. Война-то началась. Говорили, 5 миллионов погибло. Сегодня подвели точную цифру, уже 28 миллионов потеряли. 28 не человек, миллионов. Здесь-то вот они, на народ это было меньше. И сегодня, я сейчас не могу сказать, три дня назад, что ли, выступал президент нашей страны и говорил, самый большой враг у нас что? Назвал самый большой враг. И самая большая нужда в чем? Я о враге специально эту тему перебрал. Самый большой враг, низкая зарплата. Люди бегут отсюда, молодежь. А зачем? Когда я не могу ни семью создать, ничего. Рожать первого ребенка в 28 или 30 лет только. А мусульманец 12 лет. Прикиньте, и это он говорит, и говорит, как бы с сожалением. Ну, трудно поверить, что он не знал, что по сколько получают. Да какой же заработок? Учителя, кто работает, врачи. Какой заработок? А министр по образованию, показано, получает ежемесячно 3,5 миллиона. Ну, как это? Ну, это же видят все, понимают. Каждый год сотни почти миллиардеров. И все увозят за границу, в Израиль, да в Америку. Я попользуюсь данными сегодняшними буквально. И самая большая беда у нас, говорит, это нет рождаемости. Страна огромная, рожать некому. То есть, 1,7 ребенка на семью. Нет восстановления. Так это официальное. За время перестройки убили сами в утробе 120 миллионов. Не тысяч, миллионов. А почему? Отступили от Бога. Отступили. И причина какая? Муж, жена определит Господь. Но факт в том, что мы стали враги сами себе. Уничтожаем сами себя. А что надо делать? Ты пока позаботься о себе, помолись. Чтобы что в жизни было, Господь загладил, омыл кровью свою. Чтобы он наши вопли принял. И вот здесь мы видим, что хотели воспользоваться нашей. Если мы примем этих пленников, то что нас ждет? До неба дошло. Еще одно место. Первое царство. Так, минутку. Четвертое царство. Четвертое царство, шестая глава. С 8 по 23 стих. Видите, у нас как здорово он считает. Уже никто не скажет, что я неправильно говорю. На 100% точно. Грамотный человек считает букву в букву. Царь сирийский пошел войною на израильтян. И советовался со слугами своими говоря. В таком-то и таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать. Берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залезли. Я поясню, что сирийский царь, ну допустим, как сейчас там какие-то соседи наши, устроили где-то там войска согнали, танки поставили, самолеты пойдут и сразу нападем неожиданно. А еврейского-то царя-то, Елисей говорит, вот там они уже засели. Он все это знает. И далее. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два. И стревожило сердце царя сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, скажите мне, кто из наших сношений с царем израильским? И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывай царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он до Фаиме. И послал туда коней, колесницей, много войск, и пришли ночью, окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и коней, и колесницей. И сказал ему слуга его, увы, господин, он что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. И когда пошли к нему серияне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, это не та дорога, не тот город, идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, не избить ли их, отец мой? И сказал он, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Вот и все, самое лучшее лекарство. В Ветхом Завете, не забывайте, но это был один случай, два случая только я мог пока просчитать. Вернулись, что они там рассказывали? Домы окруженные, оказались, ну как представьте, первые войска Гитлер пошел, только оказались бы где-нибудь, как на Барнаула. А вокруг танки стоят два слоя, и куда ехать? Горючего нету. Ну и побьем их, отпустите, накормите, наплотите, вы их не завоевывали, это дело Божие. И отправили, и больше никогда не приходили. Говорят, лекарства нет, а на нас бы напал, там Гитлер или кто-то. Ответ один, любовь. Любовью мы можем победить любого врага. И поэтому самый главный враг, если ты хочешь его увидеть, подойди к зеркалу. И все остается здесь. Есть три врага. Это влечение мира, который тянет нас, и сатана, который ищет кого поглотить. Римлянам, 12, 20. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делайся, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А 14 стих можно прочитать там? Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Представьте, вот это послание Павел написал в господствующий город, столицу Рима. Вот такое бы письмо кто-то написал. Благословляйте врагов. В войну. Сразу бы арестовали и казнили. Даже просто сказал так. Я брал интервью людей, которые сидели здесь. Мужа расстреляли, а она осуждена, на 10 лет, ни в чем виновата. И там один, кажется, меланжевый комбинат, инженер. Он говорит, смотри, Гитлер как прет. Так, да, конкосинич, чай будет пить в Москве. Кто-то пересвистнул. Сразу загудел гудок, весь завод собрали его. Говорил, говорил, ту же яму выкопали, сразу расстреляли и все. Вот как дело-то. Потому что перенимать мы это никак не можем, но должны знать. А нужно было сказать. А вот здесь как раз нас и касается. Не бойся, пойди и скажи. А он не будет слушать, а этого ты не знаешь. Батюшка один рассказывает, я считал про это. Ну, она кается в чем-то. Я там вот хулила там Ленина, Сталина и материла. Он дал ей на коленях вокруг Кремля ползти два раза. Ну, поползла бабка, ее тут сразу захватили. Ну, арестовали, думали пропало. Нет. Священника еще и похвалили. Он этим пресек, и все разговоры кончились. То есть тут тоже надо, как говорится, гибкую политику иметь. И она, представь, на коленях ползет, за ней наблюдает, что она будет делать. А ничего, ползет головой в землю, поклон. И дальше. Нам остаются какие-то примеры русского юродства, из которого тоже можно что-то взять. Исход 23.4.5 Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу свою, то не оставляй его, а развьючь вместе с ним. Так это враг. Вот в этом-то и дело, что он-то враг, а вол-то не враг. Ты развьючий, он не может встать. А потом опять и найди хозяина обязательно. А не так. Жарко было, работали, развесили одежду. А кто-то последний пришел, а чья это? Не знаю. Ну, ребятишки работали-то, забрали к себе, да едва вытащили. Господь нам показывает, каким путем идти нашел. Я гляжу, часы лежат, очень хорошие, на площади перед вокзалом. Со мной друзья. Я сразу повернул, а что, да вот, в милицейский участок, я его отдам. Да они его никому не дадут. Вот это я не знаю. Я должен только сделать так, найди. Искать не могу, они на это призваны. Пусть объявят объявление там по рации или как-то. Нам никогда не надо просчитать вперед. Нам дано познать здесь. Я должен сделать это. Я должен накормить врага. Скажут, а было ли у вас? У меня многократно было. Врага напой, накорми. И все будет по-другому. Вы знаете, вторая строительная, это недалеко от вокзала. И было время такое. Я остался один. Жена, кажется, в больнице была. Я открыл двери, и бомжи у меня почти все собрались. Собирались, приходили, на столе поели, поспали, опять ушли. И потом я встречаю, вот когда приезжали админтисты седьмого дня, один с такой окладистой бородой, чисто одетый, подошел. Вы меня, наверное, не знаете. Это я один из тех, кто приходил у вас, спал, пил и ел. Меня Бог наставил, мне Бог открыл. Я просто говорю, что действует и на сегодня это. Ты никогда не можешь вперед сказать. Кажется, дещайно оброненное слово. Где-то. Или тебя там казнили, или пытали. Что-то с тобой было. И стражник обратился, как с Георгием Победоносцем было. Сколько? Семьдесят человек. Идите, расстреляйте. Он дорога идет и рассказывает о Христе. Все семьдесят обращаются. Они свидетельствуют. Теперь четыреста семьдесят, но я называю произвольно это. Остальные обращаются. Вот как дело было. Это было время остановления церкви. А он где? А он в гвардию самого императора. Евангелие от Луки 6, 27. Новый Завет. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И молитесь за обижающих. Как молиться? Как молятся приговоренные к смерти или как молятся на небе? Да коли они здесь не отомстишь, Господи. Вот здесь вопрос. Я долго занимался по Библии и пришел к убеждению, что здесь ошибки никакой нет. Дело в том, что эти не знают, какой исход. А те знают, что они не обратились. Да коли, Господи, не мстишь. Слово не мстишь означает, да коли ты не наказываешь их, чтобы через страдания они пришли к Богу. Вот смысл-то какой. А если я буду молить, я только одно, когда ты голову поотвинчиваешь, как Андрей Ткачев говорит, придет, отвинтит вам голову-то. Считаем дальше. Псалом 7, 7. Псалом 5, 6 стих. Если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою, настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. То есть он никогда не изменял. Никогда. И теперь, говорит, если я это делал, как делают люди какие-то, лишь бы где-то накапать, как говорят, и свернуть, то пусть враг повергнет меня. Это Давид говорит, не за год, не за два, за тысячу лет до пришествия Христова. Второе в Фессалнике, 1 главе, 6 по 8 стих. Я говорю о врагах. А потом посмотрим, как мы это применяем. Первое Петра. Нет, Фессалникийцам. Фессалникийцам. 1, 6, 8. 1 главе, 6, 8 стих. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаеи. Как они всегда, допустим, с врагами только молились, скланились им? Или было по-другому? Второе, я прошу прощения, я прочитал из первого. Из второго послания. Ибо правильно пред Богом оскорбляющим вас воздавать скорбью, а вам оскорбляемым отрадуем вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. Когда мы не мстим, доверьте Господу. Когда мы благодарность высылаем Господу за врагов, там все по-другому. В моей биографии был случай, я от смерти был на одну минуту, наверное. Я почему пользуюсь? Павел всегда рассказывал, как Бог хранил его. Корабль. Я готовлюсь к экзаменам, и у руководства корабль идет там, рубка сзади, когда там что-то сломается, багерское. Я там сижу. Двое согласились между собой убить меня в этот день. Они заходят, а жена капитана повесила там белье. Я, например, в этот момент зашла, а ему туда уже никак нельзя. И когда я оттуда уже увольнялся, то подошел ко мне этот боцман, Владимир Звать, со слезами. И говорит, мы же тогда приходили, это не так просто, решили тебя убить и выбросить за борт. А к чем я провинился? Бабка была верующая, а я хулиганил. И она отцу все жаловалась. А он был проводником, приедет, у него в портупея был такой толстый ремень. И он меня порол. Я сказал, буду верующим мстить. Вот вы попались верующие. Так мне казалось бы, в штиль, если бы корабль так вот замотало, я бы так не удивился. Я не знал. А в это время, в этот день, я когда вернулся на берег, один латыш, он сидел когда-то за словом Божие. И он говорит, а где этот братик молодой, 23 года было. Он говорит, да в море. Не знаю, почему так я забеспокоился. Живет на другом конце города, приехал к моим, где я обратился, к Ереме. Давайте о нем помолимся. В тот момент, когда они зашли. Я все посмотрел, когда свел, а я веду дневник все время и вижу. И жену эту Бог послал. Я бы сейчас здесь не стоял. И главное, услышал, как один проповедник по одной дороге ходил, и его один решил убить. Залег с ружьем. Смотрит, а он идет и 8 человек. У него только 6 зарядов. А когда обратился, говорит, а с кем ты шел столько много? Я один шел, никого не было. А обо мне церковь молилась. Поэтому заручитесь добрыми друзьями, которые вас на руках молитвы будут нести. Деяние 13, 6-12. Как разговаривали с врагами своими? Всегда ли они только ласковые слова говорили? Деяние 13, 6-12. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого лхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвав Варнабу и Савву пожелал услышать слово Божие. А Елима, Бог, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввул, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты, совращаясь в прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не видишь солнца до времени. Вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Вот как. Оказывается, когда смотришь, что если мешает проповеди, то отношения к врагам сразу меняются. Ты враг всякой правды. Проконсула Павлом. И считает имя Саввул, он заменил на Павла, когда обратился к проконсулу. Слово Павел больше нигде не встречается. Ну так исследователи находят. Да коли ты будешь совращать? Враг всякой правды, сын дьявола. Это биография не сладкая. Сегодня мы сказали за оскорбление личности, там по статье вы, может, какую-то нашли. Мы по-другому не можем говорить. Препятствует проповеди. Сразу картина меняется. А это просто враг пришел, там взял, украл, там или что-то еще сделал такое. 1 Иоанна 3.8 Сейчас несколько мест прочитаем в Новом Завете и увидим. Всегда ли апостолы молились за врагов? А ты не молился, сразу же. А слеп и стал мыкосе. Кто делает грех, кто-то дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для того, что явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Через нас, через верующих, дьявольские твердыни рушатся. Если бы Нина, просветительница Грузии, не пришла, Грузия бы не познала Бога. А рядом-то, посмотрите, там Азербайджан, другие, которые были. Она женщина, она во сне увидела, где находится Хитон Господень. И пошла-то проповедь, она как-то внучка была, кажется, патриарха. Так, 2 Коринфянам 11.3 Но боюсь, чтобы как змей хитростью свое прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто-то, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Если бы вы получили нового духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. А когда мы говорим о Христе, даже родственники не всегда принимают. Да отстань ты, да что тебе это все время? Мы чаще должны произносить имя Иисуса Христа. Вот Колоссянам послание читаешь, буквально через каждое предложение апостол Павел говорит. Не просто сказать спасибо или как-то, даже спаси Бог, а спаси Христос. Имя Христа, чтобы не сходило с нашего языка. Деяние апостола, 20-я глава. Павел прощается со своей паствой и говорит, что нас ожидает. Какие на нас беды нахлынуты с 25 по 38. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что честь я открою из всех, ибо я не выпускал возмещать вам всю волю Божию. Итак, понимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пости Церковь Господа и Бога, которым он приобрел в себе кровью своей. Вот что, смотрите, ящись от крови всех. Почему? 3.18 из Икиилия говорит, если ты видел человека согрешающего, ну, бывают такие ласковые, ну, я боюсь рассказать, да он там такой огневается. Ты не сказал, он погибнет, а его кровь я обзыщу с тебя. А если ты говорил мне послушно, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Вот в чем дело-то. Молитесь, чтобы эту тему Господь позволил завтра раскрыть. Бывают люди такие, что обратиться, говорят, и ни рыба, ни мясо. Нигде не видно, и все по-тихому как-то не получится. Многие бегут на ресталище, на стадионе, но один получает награду. Точка. Итак, бегите, чтобы получить. Не просто пришел, отстоял, а я был в церкви. Нет. Вот интересно, у баптистов есть стихотворение, они поют. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. И далее. Ибо я знаю, что по отшествиям моим войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодроствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и слово благодать Его, могущему назидать вас в воле и дать его наследие со всеми освященными. Вот как. Вот это было прощание. Когда к нам местопали в прошлом году был, престольный праздник, ну, я встал напротив него, когда еще обедали по-быстрому. А вот батюшка толкает, стоит, говорит, уже ждет. Я говорю, Владыка, благословите. Ну, и стал говорить. Я говорю, вы же верите, что в Писании написано? Ну, конечно. А Владыка говорит, ну, сейчас всем достанется, а больше всего мне. Я говорю, Владыка, ну, мы же понимаем, что оригиналы это апостольские времена. Правильно, правильно. Ну, почему бы мы с вами так не простить? Это не просто колесам вашего лимузина кланяться, а с вами. Тут написано, они преклонили колени и молились, и падали ему на шею, и целовали его, прощаясь. Он говорит, а почему нет? Так быстро он согласился, мы там военная палатка 2 на 2 метра расстелили, и он пришел, и священник, и кто с ним приехал, ну, видели это. И мы помолились, и это все послали патриарху, чтобы нашего, говорю, метрополита не трогали, хотя мы официально РПЦЗ и не подчиняемся здесь. А вот он перешел эту грань, и мы живем, как говорится, в одном доме. Третье послание Иоанна, 1, 12 и 14. Как относиться к врагам? О, Дмитрий за свидетельство на всеми, и самую истинную свидетельство стоит также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имело писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью. Так, посчитал Третье Иоанна. Третье Иоанна. Третье Иоанна. Десятый и двенадцатый. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он... Я писал церкви, но любящий первенствовать, у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Никто не знает, кто он был, враждебный, епископ, священник, неизвестно, но факт, что был враждебен к апостолу Иоанну. И кто к Иоанну поддерживал, он тех не принимал. Почему не написал апостол так? Я напомню. Что он напомнит? Дела его, какие он делает. Так молиться за врагов надо. Аээ, это не мой враг. Это враг проповеди. Вот тут разделение идет черта. Только проповедь отделяет моего врага от того, который уже не в моей власти будет. Я приду и напомню, предупреждая других, чтобы они не попали, доверяясь ему. Приду и напомню. Не буду говорить, что враг такой-то, давайте будем молиться. Нигде этого нету. Притом это не один раз встречаем. И 12 стих. 11 стих. Возлюбленный, не подражай злу на добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Так. 1 Тимофея 1, 20. Здесь 1 у меня написано. 1. 1, 20. Мелко так написал. Послушайте, это Павел теперь. Там Ян говорит, я напомню, как он. А какие дела напомнит он? Ну, ясное дело, что не богоугодное. Значит, и мы должны так понимать. Мешает проповеди, значит, тогда выходим, меч из ножен. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Не молитву, а предал сатане его, а на кеме. И поэтому не надо удивляться, почему он препятствовал проповеди. И поэтому молитва, как обычно, обрати его, она зависает в воздухе. Вот это Павел подчеркнул. И не только это он написал. И далее он поминает Дмитрий. У меня как раз и были Дмитрий и Александр. Как будто специально и двое, и так же вместе. И он об этом говорит. Еще место можно просчитать. 1 Петра 3, 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. А напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Когда меня касается, где проповедь, вы видели, как они поступают. И поэтому святые, это мы-то не знаем, как. А святые на небе, они точно знают. Они не обратились. Не обращаются. Да коли не мстишь. Повторяю. Господь не осудил их за эту молитву. И поэтому мы должны все-таки ухо навострить. Как обращаться с теми, которые враги. У меня спрашивают. А можно там просто пишут где-то. Такой-то, такой-то, там безбожий. Гонитель был молиться. Откуда вы берете это? Ты помолися себе сначала, чтобы мозги Бог просветил твои. Там написано. Да коли не мстишь. И Господь не сказал, не буду мстить. Но подожди. Всему свое время. Страшно впасть в руки Бога живого. Да поможет нам Господь увидеть врагов. Не только каких-то. А врагов благовестия. А тут еще Пиларет пристал и говорит. Три типа врагов есть. Мой враг, Божий враг и государство. Там надо мои прощать, тут молиться. А государственных уничтожать. Ведь православная церковь сегодня все время об этом пишет. Государственного за что уничтожать? А что было бы, если дети пришел, да не пошли. Воевать, что бы с нами было? Ну, что бы было, мы не знаем. Мы знаем, что есть. Побежденные живут лучше всех в Европе. И когда наступила у нас беда, они сюда обноски разные. Цехэн нам прислали это. Вот надо понять, почему. Я отвечаю один. И Господь, зная нашу жизнь, не допустил бы ему родиться от отца Алоизы. Не было бы и все. А попутно хотел сказать, корабль самый большой был построен Титаник. И самая большая катастрофа. Два года с лишним там, где-то около Исландии, оторвался ледник. Длиной там сотни метров. И он два года добирался до этого места, чтобы точно ночью, точно ударить. Который инженер главный корабль строил. Корабль непотопляемый. Его сам Бог не потопит. Эти слова были самыми роковыми. Это в Южной Америке один говорит. Если я сумею победить, при первом голосовании, то меня и сам Бог не тронет. Победил. Мне кажется, на следующий день помер. И поэтому не говорите никогда, иночи, как Богу угодно. Господи, смири наших врагов. И которые лично мои враги, прости им, они не знают, что делают. Ну и друзей не забывать. Богу нашему слава вовеке. Аминь. Спасибо, Иисус.